Курсанты выстроены. Главные оружейник Владивостокской крепости готовят холостой разряд. Предстоит ответственный момент. Залп из орудия 50-х годов. Сегодня город поприветствовал гостей Международного туристского форума. Но полуденный выстрел был одним из громких символов прошлого Владивостока. Я знаю, что из таких орудий во время Великой Честной войны, во время освобождения крупных городов, встряли салют в честь освобождения города. И даже традиция была, ну как бы выставляли эти пушки в ряд и они поочередно били. Традиция полуденного выстрела существует всего в трех городах России. Это в Санкт-Петербурге, Севастополе и во Владивостоке с 1889 года. По залпу орудия горожане сверяли часы и узнавали время обеда. Но с развалом СССР эта традиция впервые прервалась. Тогда сопки Тигровая пушку убрали. Осталось только орудие на территории Владивостокской крепости. Но его последние семь лет заряжают только по большим городским праздникам. Военные к этим выстрелам давно не имеют отношения. Флот как бы мотивирует тем, что он не имеет излишков запасов для того, чтобы обеспечить наши потребности как общественной организации. Что все, так сказать, снаряды расписаны для учебно-боевой деятельности кораблей и мероприятий флота. Вернуть традицию полуденных залпов предложил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Ведь выстрел в полдень не просто указывает на время, но и напоминает о военном прошлом Владивостока. А церемония вызывает большой интерес у туристов. С 1914 года это стала традицией визитной карточки города Владивостока. Ежедневный полуденный выстрел. Это является действительно значимое мероприятие для самой жизни города и для ее гостей. Поэтому эта традиция была утеряна некоторое время, с 2008 года. И сейчас непосредственно при контроле самого губернатора Приморского края и командующего тылом флота эта традиция будет восстановлена. Залпы из пушки Владивостокской крепости будут производиться в течение трех дней. Пока на острове Русском проходит международный туристский форум.